Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня под тематический арт мы с вами обсудим конкурсы, а именно, естественно, творческие конкурсы. За всю жизнь я участвовала в немалом количестве конкурсов, но, конечно же, большинство из них было по принуждению, потому что они были школьными. И я была единственная, кто ходил в художку, но, конечно, не единственная, кто умел рисовать в классе. Но учительница знала только про меня, поэтому рисовать всякие плакаты на конкурсы заставляли меня. Конечно же, иногда мне помогали эти плакаты делать, опять же, те же девочки, которые умели рисовать, но это все равно не помогло мне в том, что после школы я просто, наверное, возненавидела все эти конкурсы, и я думала, что я вообще не буду участвовать в конкурсах, и так и было до недавнего момента, потому что проигрывать всегда было обидно, даже если там просто дают грамоту и больше ничего не дают, и даже если ты сама думаешь, что твоя работа отстой, все равно проигрывать неприятно, потому что это бьет, естественно, по самооценке, особенно в подростковом возрасте, когда ты и так мечешься между тем, кто ты вообще такой, чего ты в этом мире стоишь, и когда ты проигрываешь в конкурсах, при том, что как бы, ну, конкурсы направлены на то, что тебе интересно, по сути, именно рисование, и ты в них проигрываешь, ты вообще ощущаешь себя каким-то вот последним человеком в этом мире, который даже конкурс школьный не может выиграть. И вообще все это было для меня тратой времени, потому что уроки сделай, дома уберись, в художку сходи, домашку для художки сделай, еще и этот плакат нарисуй, ты сидишь уже просто, у тебя нет времени даже поспать. И особенно мне стало обидно, когда я нарисовала чертной плакат, а грамоту мне не дали, сказав, что это грамота на класс, а значит, заслуга каждого в классе, и в особенности моей классной учительнице на тот момент. И тогда я, конечно, вообще разозлилась, такая, все, я вообще в чем тогда не участвую, раз вы даже мне грамоту это отдать не можете, этот кусочек бумажки, при том, что не скажешь, что мне эта, опять же, бумажка нужна была как-то по жизни, потому что, давайте будем честны, эти грамоты школьные как-то не особо потом в жизни пригождаются, в колледжах, в университетах у вас эти грамоты никто не смотрит, и никто не обращает на них внимания, если ты их проносишь. Там больше смотрят на ваш аттестат и на то, что вы умеете скорее. Но опять же, это только про школьные конкурсы. Вне школы где-то я, по-моему, вообще нигде не участвовала, никуда не ездила, потому что я думаю, что есть такие всероссийские конкурсы, которые реально могут повлиять на вашу дальнейшую судьбу в учебе. Но эти все внешкольные конкурсы, это совсем другое. Но вот с недавнего времени, примерно уже года 3-4, наверное, я участвую постоянно в одном конкурсе, но о нем чуть попозже. А сейчас расскажу вообще, как я начала участвовать. Еще раз участвовать в конкурсах я начала вот с этой работы. Эта работа была для Трова, это такая площадка для стриминга, была и есть, наверное, все еще. Когда-то я там стримила, у меня даже видео про это есть на канале. Но потом мне прострелили колено, и я поняла, что стримить там больше не имеет смысла. И вот летом 21-го года они устроили творческий конкурс по разным категориям, арт, музыка и, по-моему, игровые стримы. Тематика была с NES, то есть Nintendo, Nintendo игры, Nintendo вселенные. Конечно, в Nintendo игры никогда в жизни не играла, но идея для арта у меня была, и я все еще считаю, что мой арт был лучшим среди тех, что были там. Ну или, по крайней мере, точно заслужившие хотя бы при зрительстве симпатии. Конечно, я не помню, такой там был или нет, но все же я считаю, что мой арт был реально достойным. И да, я думала, что я выиграю в этом конкурсе. Смотря на все эти остальные работы, я видела, что мой уровень рисования, он на чуточку выше всех остальных. Но, увы, как вы понимаете, в конкурсе я не выиграла. Я все еще, если честно, не понимаю, по какому критерию были выбраны победители, потому что рисунки победителя были похожи больше на рисунки детей из детского сада. Для меня все это было как-то абсурдным, и я, конечно, немножко расстроилась, но по итогу забила, потому что я поняла, что, наверное, тут что-то нечисто, наверное, в конкурсе. И мои догадки о том, что это что-то нечистое, что-то неправильное, что-то нечестное, доказываются тем, что я почему-то сейчас не смогла найти список с победителями, хотя он был. Он был и на сайте, насколько я помню, и был в их социальных сетях, но почему-то именно список победителей и рисунки, также музыку, стримеров, которые победили в этих категориях, я не нашла. Хотя, как бы, запись о конкурсе есть. Поэтому для меня все еще странно выглядит вся эта ситуация в целом. Да, если бы я даже нашла список победителей с рисунками, то я бы, конечно, видео этого не показывала, потому что это не очень красивый поступок. Поэтому, кто видел, тот видел, как говорится. Возможно, конечно, я не права, возможно, я себе там напридумывала из-за того, что я проиграла, потому что творческие конкурсы — это всегда вкусовщина, и спорить с ней тяжело, потому что, ну, а вдруг реально этим, кто выбирал победителей, показались те картинки, рисунки красивыми, прикольными, а мой показался каким-то неестественным или еще что-то. Но как бы там давали деньги, вот в чем прикол. Насколько я помню, там давали, по-моему, 100 долларов за первое место. И да, я надеялась на эти деньги, если честно. Очень сильно надеялась. Но, наверное, это была как раз таки еще моя ошибка, что я надеялась на победу, и я уже заранее эти деньги себе уже присвоила, а по итогу проиграла и немножко расстроилась. Но этот проигрыш не дал мне откат назад, так скажем. Я не вернулась в те времена, когда я участвовала в школьных конкурсах, потому что этот конкурс я выбрала сама. И я сама в нем хотела участвовать. Я сама хотела на него нарисовать, даже если как бы не выиграю. Было интересно поучаствовать, потому что как бы я сама как бы стремила на этой площадке. И мне было интересно участвовать в ее ивентах, чтобы развивать площадку так же. Своими силами, конечно, неблагодарно это дело было, но ладно. Об этом не в этом видео. И, наверное, поэтому меня не сильно так расстроило, что я такая все, больше участвовать в конкурсах я не буду. Вошли вы все в жопу. Вы, блин, этот, неправильно оцениваете работы. Некто спокойно, как бы, да, приняла, хоть и с обидой. Но я продолжила жить дальше, ничего плохого не случилось с этим проигрышем. Плюс я еще получила очень большую поддержку от своих знакомых и друзей, которые сказали, что у меня хорошая работа. И из-за этой поддержки, естественно, у меня тоже немножко поменялось мнение насчет конкурсов. Потому что слышать поддержку, слышать, что ты там молодец и все вот это, вот очень важно в жизни. И вот как раз-таки благодаря стримерше одной, которой зовут Фофа, а не другая. Благодаря этой девушке у меня мнение вообще полностью поменялось про конкурсы. И я вообще теперь спокойно к ним отношусь. И спокойно отношусь, даже если я в них не выигрываю. Но об этом, конечно, чуть попозже. Мы к этому еще вернемся. После конкурса Трова я поняла, что призы, это, конечно, очень приятно. Особенно денежные призы. Но, как я и сказала, приятнее нарисовать арт, который понравится тебе, который поддержит другие люди. Появятся какие-то новые люди, которые узнают тебя через этот арт, найдут тебя там, например, да, подпишут на твои все соцсети. Будут говорить и писать тебе, что ты там классно рисуешь, поддерживать тебя. И как бы набор аудитории, это очень важно. Если хочется как бы развиваться в соцсетях, важно, чтобы были люди, которые поддерживают твое творчество и направляют тебя только на большее достижение, так скажем, а не наоборот. Особенно, если вам хочется продавать свои работы, рисовать какие-то заказы и вот это вот все. Очень важно, чтобы о вас узнавали какие-то люди. И эти конкурсы как раз-таки помогают какому-то наборе аудитории. Возможно, не все, возможно, конкурс вам вообще никакого подписчика там не принесет даже одного. Но в любом случае, вы попробуете и узнаете, что это такое. А вдруг принесет? Вы откуда можете узнать, принесет этот конкурс вам что-то или нет? Пока не попробуйте, ничего не узнаете. И как раз-таки нужно смотреть с этой стороны, что любой зритель, любой подписчик, он может стать потенциальным заказчиком. Да, возможно, это покажется немножко алчным отношением. Но как бы художники тоже хотят кушать. Особенно, как я уже сказала, если вы хотите именно зарабатывать рисованием, своим творчеством каким-то. Поэтому не забывайте, что участвуя в конкурсах, вы в первую очередь заявляете о себе и привлекаете, естественно, внимание к своему творчеству. Как бы не был приятен и желанен приз, лучше думать о своем комфорте, который вы получаете, пока рисуете, создаете этот арт. Я вот, например, еще участвовала в конкурсе от Хови Верса. Кто не знает, это компания, которая делала игру Геншин Импакт, Ханкай Стар Рейл, Ханкай Импакт 3D и все вот это вот. И я туда рисовала арты по Стар Рейлу. И также отправляла на конкурсы. У них вот проходят конкурсы, каждый новый патч. У них конкурсы на персонажей, которые в баннерах. Я заранее знала, что я скорее всего не выиграю. Потому что мой стиль не скажет, что как-то близок к аниме стилю, который как раз-таки обычно выигрывает в этих конкурсах. Но, как бы не были привлекательны призы, а это как бы у Хови Версов 500 долларов за первое место, как бы не хухры-мухры, я все равно не участвую в каждом их конкурсе. Потому что мне очень важно, чтобы мне нравился персонаж, чтобы я чувствовала себя комфортно рисуя персонажа. Я не гонюсь за этими деньгами, за этим призом, или за другими призами, которые там еще есть. И я тем более еще не собираюсь рисовать в том аниме стиле, к которому они привыкли, который обычно выигрывает там. Хотя я понимаю, что я могла бы хотя бы приз там зрительских симпатий забрать, если бы я хотя бы один арт нарисовала бы в этом аниме стиле. Но легко мне быть в другом аниме стиле, неважно. Но ради личного комфорта я рисую так, как мне нравится. Тем более, если говорить про продвижение, один-два рисунка там в аниме стиле мне вряд ли помогут продвинуться, потому что стиль рисования у меня совсем не такой. И вот знаете, зайдет ко мне потенциальный зритель, которому понравится мой рисунок, и увидит, что все другие рисунки у меня не в том стиле. И вообще у меня стиль другой, вообще кардинально другой. Естественно, он не останется со мной, типа зачем? Ему понравился тот стиль, которым я нарисовала именно этот арт на конкурс, а остальное его не интересует. Поэтому рисую в своем стиле, я еще и себя не обманываю, и зрителей не обманываю. Плюс еще, почему я не рисую в других стилях, именно в тех, которые некомфортны им для меня, наверное, даже так сказать. Это опять же потенциальная продажа. Так как я собираюсь участвовать в арт-маркете, по окончанию каждого арта, я задумываюсь, могу ли я этот арт, например, напечатать на наклейках, или напечатать постер, или открытку, или еще что-нибудь еще, чтобы выставить на продажу и привлечь к себе покупателей. И, естественно, все это должно быть что-то около в моем стиле, чтобы я там отличался от других людей, чтобы я была узнаваема, и, возможно, нашла еще больше любителей моего творчества. Как бы на аниме можно и в интернете посмотреть миллион раз, его столько рисуют, столько снимают, столько делают по нему, именно в аниме стиле. Нет, я не осуждаю, что аниме стиль. Он также как бы бывает разнообразный, но его, правда, сейчас много, и в нем рисует очень много людей. А мой стиль, он вот лишь мой, он проработанный годами, и прорабатываемый все еще. Ну и вернемся к Фофи не другой, про который я говорила почти в самом начале. Как раз этот арт, который у нас идет в виде спидпейнта, рисуется на ее конкурс новогодний, который вот был недавно буквально. Ее конкурсы очень сильно поменяли мое отношение к конкурсам, как я уже сказала, и подняли мне самооценку, можно даже так сказать. Даже если бы я в них не занимала призовые места, я все равно слышала много хвалебных комментариев, что от самой стримерши, что от чата, и для меня это очень важно. Потому что на ее конкурсе я как раз рисую для того, чтобы порадовать или умилить ее, там и других чаттерсов. И всегда стараюсь найти на это время, и пока участвовала почти во всех конкурсах, и она, кстати, устроила свой первый конкурс после того моего конкурса на Трова, неудачного, так скажем. Хотя, опять же, я бы не назвала его неудачным, потому что это, опять же, опыт. Но тогда рисую на конкурс Софы, у меня также было такое небольшое волнение, понравится ли рисунок или не понравится, умею вообще рисовать или не умею. Сейчас, конечно, я смотрю на эти арты, и понимаю, что, возможно, рисовала бы по-другому, но я все равно очень рада, что в моменте я принесла радость самой Фофе, другим людям, потому что все это было нарисовано на теплых чувствах, и, конечно же, не ради призового места. Но, опять же, призы получать всегда приятно, как бы. Но призы для меня это уже такое, как дополнительная услуга, я не знаю, как это назвать, дополнительная похвальба. Что, типа, вот, и такой молодец, что получает денюжки, например, там, да, или что-нибудь счет, или мерч, например, дальше, если говорить про конкурсы у Хои Верса, потому что за приз зрительских симпатий они вроде бы мерч отсылают, а не денюжки. Ну и, конечно же, часто во всех этих конкурсах у меня для вас появились несколько советов. Сейчас я как раз о них и расскажу. Первый совет — это бережное отношение к правилам. Опять же, если говорить про конкурс у Фофы, например, были случаи, когда почему-то люди рисовали меня. Это было очень странно, хотя, как бы, очевидно, что конкурс направлен на изображение стримера, потому что стример устраивает конкурс, и в условиях всегда написано «Вы рисуете стримера и чат, например», допустим, да, не «и», «или». В общем, в условиях всегда четко написано, что как бы должен быть стример. И понятно, что рисуя какого-то чатерса, там, не знаю, рандомного, нерандомного, неважно, ты в конкурсе не выиграешь, потому что не все люди в чате, во-первых, знают, как выглядит кто-то из чата, например, да. Во-вторых, да, конечно, чат — это большая, значимая штука стримов, но стример — это главный. И я думаю, что стримеры, когда устраивают такие конкурсы, они хотят видеть себя с комьюнити, а не отдельных людей из чата. Также к этому пункту можно отнести такие вещи, как разрешение делать несколько работ на конкурс. Например, если в правилах про это не написано, что можно нарисовать несколько работ, лучше уточнить у организатора, потому что везде имеет место быть человеческому фактору, естественно. И, возможно, организатор просто забыл про это. А это уточнение очень важно, чтобы потом как бы не было таких казусов, по типу «я аж две там работы сделал, но даже ни одного места не взял, и вообще участвовать больше у вас не буду». Хотя как бы ни ты, ни организатор никто не виноват, просто так вот получилось, что кто-то не углядел, а ты не спросил. Ну и также, естественно, если можно сделать несколько работ на конкурс, не стоит этим слишком увлекаться, потому что в погоне за количеством можно упустить качество. Особенно если сроки какие-то сжатые, там две недели, неделя, возможно. Лучше пусть будет одна хорошая, проработанная и сделанная так, как нравится вам работа, нежели будет несколько не очень таких хорошего уровня работ, которые даже вам будет стыдно там куда-то выложить еще. Поэтому это очень важно. Следите, чтобы качество не потерялось в погоне за количеством. Второй мой совет – это хорошее оформление. Если вы, например, рисуете в трагишке, посмотрите в интернете, как обрабатывать рисунки. А лучше вообще сканьте, конечно, если есть возможность. Но при сканировании также нужно знать какие-то правила сканирования и постобработки. Я никогда не сканировала работы, поэтому вообще по этому поводу ничего сказать не могу. Но я работала в копийцентрах, и я знаю, что такое сканирование, и знаю, как оно там может съесть качество, может съесть цвет, и все это нужно потом дорабатывать. Поэтому обязательно посмотрите правила. Хорошо, если у вас сканер дома, как бы вы можете бесконечно сканить, никто за вас за это деньги не возьмет. Но когда ты сканишь где-то, тяжело будет понять, какой сканер там у людей стоит. Поэтому я обычно фоткаю свои работы, если я что-то такое рисую. И я обычно как-то прикольно еще оформляю фон, что-то там набрасываю, какие-нибудь карандаши, или что-то вот какие-то гирлянды. В общем, как-то еще пытаюсь украсить фон, чтобы работа так же выглядела полноценно как-то, или не скучно. Но очень важно не переборщить с всякими декорациями, потому что можно перебить работу с этими декорациями, поэтому за этим тоже нужно следить. И вся эта постобработка, оформление работы, это правда очень важно, потому что тусклая работа, снятая чисто под маленькой лампой, настольник какой-нибудь, вообще не цепляет глаз, если честно. Какая бы там работа хорошая не была, но ее будет трудно рассмотреть из-за того, что там качество съелось, цвет съелся, свет съелся. И весь ваш труд может просто затеряться из-за вот этого просто неправильного освещения, неправильно подобранного фона или еще чего-то. Я вот, например, чаще для фотографирования работ в традишке использую дневной свет вообще. И чаще выбираю такую облачную погоду, чтобы свет был рассеянный и равномерно падал на работу. А еще фотку, естественно, на подоконнике, потому что, как вы понимаете, там больше всего света. А если приходится фоткать, когда уже стемнело, то я использую две лампы, но тоже делала у них свет более таким рассеянным. Например, вот у настольной лампы у меня приклеена белая бумага, чтобы свет был не таким четким, не таким контрастным. На кольцо свое световое я ничего не клею, потому что у него свет и так, у него такой рассеянный, не сильный. Третий мой совет это использовать эмоции. Попытайтесь передать через свою работу какие-нибудь чувства. Например, я на конкурсе Фофо всегда стараюсь делать такую вот теплую, милую работу, сказать какую-то любовь к самой Фофе, экстримам и чату. А на конкурсе Хоеверсов стараюсь рисовать тщательно, при этом изучив персонажа. Я всегда читаю их там историю, стараюсь понять их характер, вникнуть в их лор, так скажем. Также, если есть такая возможность, можно написать историю небольшую про свою работу. Например, написать про те же эмоции, там, поблагодарить, возможно, за конкурс, что-нибудь такое. Написать про свой опыт, который вы получили при выполнении работы, потому что это также цепляет и делает вас, так скажем, ближе к народу, который будет вас выбирать в качестве победителя. Но не стоит писать, например, что-то по типу «Вот мое говно». Это может быть неприятно, как для организатора конкурса, так и для участников, и особенно, если там будут изображены какие-то там персонажи либо организатора, либо сам организатор, или участники там чата, или еще чего-то, если говорить про стримеры, опять же. Потому что такое плохое отношение, оно всегда отпугивает, какая бы хорошая работа ни была. Следующий мой совет, это не бойтесь экспериментировать. Опять же, на моем примере. Я не занимаюсь анимацией вообще, можно сказать. Мой максимум это вот всякое для видосов, и я еще смайлики на свой твич канал рисовала. Но вот на позапрошлый конкурс фофы я решила попробовать сделать анимацию, хотя бы небольшую. Я, конечно, очень замучилась. Я об этом даже в телеке писала, потому что в фотошопе это сделать оказалось очень трудно. Но, помучившись пару дней, я все же сделала так, как я хотела. А еще попробовала что-то новое, и поняла какие-то моменты именно в анимировании в фотошопе, которые помогли, мне сейчас нарисовать смайлики как раз-таки на мой твич канал. Следующий мой совет это записывайте или зарисовывайте. Если вы знаете заранее, что вот там через полгода будет такой-то, такой-то конкурс, и вы хотите туда поддаться, то неплохо будет заранее обдумать некоторые идеи и записывать их. Потому что иногда в моменте что-то придумать бывает сложно. И в моменте можно прям отбрасывать даже хорошие идеи, наверное. Потому что, например, у меня такое часто бывает, что я слишком критично к себе отношусь, думаю, ах, нет, это идеи говно, это что-то не то, это я не хочу рисовать. Хотя, возможно, эти идеи были бы хорошие, если бы я их обдумала там давно, а не вот в попыхах за неделю до конкурса. Да и даже если вам там дали две недели на конкурс, но идей, как вы думаете, у вас нет, старайтесь записывать каждую мысль, которая к вам приходит насчет конкурса. Потому что среди этих наработок можно найти какую-нибудь одну крутую идею или объединить несколько крутых идей и получить классную работу на конкурс. А еще такое записывание, зарисование освобождает мозг для наполнения другими мыслями. На один конкурс я так и делала. Мне сначала пришла идея нарисовать один арт, потом пришла еще идея для арта, и я решила скажем. Шестой мой совет, анализируйте работы других и референсы. Если это уже не первый конкурс у этих организаторов или где-то можно уже посмотреть выложенные работы, например, на Хойверс можно все работы прям под постом с объявлением увидеть. Также они делают еще, по-моему, отдельный пост с победителями. Так что можно прям там просмотреть, кто выиграл, какие примерно стили выигрывают, какие примерно направления выигрывают и посмотреть, кто, что, как рисует вообще. А про референсы, я думаю, вы и так понимаете, что в любой работе это важно. Например, для этой работы я отсмотрела всякие там советские открытки с Дедом Морозом, чтобы выбрать костюм какой-то и в принципе посмотреть, как эти костюмы вообще выглядят у Дедов Мороза. Ну и, конечно, самих эльфов я также поискала, посмотрела, какие у них костюмы бывают. Также там всякие референсы с драконами я отсмотрела, какие-то просто референсы с новогодними там открытками, всем вот этим. Вот в общем, я все прям прошерстила, чтобы дать какую-то зарядку для своего мозга, чтобы он что-нибудь выдал. Ну и последний мой совет. Помните, что выигрывает не всегда работа профессионала, выигрывает то, во что ложили душу. Как бы это не было сказано сложно, непонятно, тривиально, я не знаю. Но, правда, смотря на те же какие-то арты и даже на Хойверсе, я вижу, что там хоть и аниме стиль выигрывает обычно, но арты, они все равно все интересные, они динамичные, они нарисованы в каком-то прикольном сеттинге, там прикольной позе, прикольном ракуре, и обычно как раз-таки что-то вот такое необычное, интересное, оно и выигрывает, а там не какой-то обычный просто портрет скучный на сером фоне, например, да, даже если брать тот же портрет, можно всегда его сделать необычным и интересным, даже просто вот поменяв там какую-нибудь цветовую палитру, добавив каких-то мелких элементов, всего прочего остального, там фон какой-то интересный придумать. Да, конечно, умение рисовать это тоже важно, ну или куда вы там подаетесь, неважно, монтирование, мини-петь, писать текста, но не всегда работа над которой сидели днями и действительно вложили много сил и времени, может выиграть. Иногда выигрывает просто милая работа или динамичная, нарисованная в минималистичном стиле. Вообще, опять же, как я говорю, творческие конкурсы это всегда субъективщина и каких-то прям таких ответов, как выигрывать в конкурсах у меня для вас естественно нету. Мои советы, сказанные ранее, это просто какие-то общие правила, которые надо помнить, соблюдать их и шанс, что вас заметят в каком-то конкурсе точно повысится, особенно если там в конкурсе очень много работ. Потому что что-то интересное оно всегда выбивается из массы и его сразу видно. Опять же, бывают такие конкурсы, когда выбирает не один человек, а выбирает, например, опять же тот же чат. Если говорить про стримеров, например, у Фофы, не она выбирает победителей, а выбирает чат голосованием. Поэтому, например, при таких голосованиях можно рассмотреть прям много разных мнений, а не только одно, не только одного организатора, допустим. Да, конечно, все это может быть опять же трудным, долгим, но оно того, правда, стоит, потому что даже в конечном итоге это все равно для вас опыт, даже если вы не выиграете. И даже если вы выиграете, берите себя, берите свой мозг от вот этой вот головокружительной, быстрой победы, так скажем, да, потому что вот эта вот мысль «я победил» может вас усыпить и подтолкнуть к мысли «я выиграла, потому что у меня необыкновенные способности, и теперь я всегда буду выигрывать». Нет, вы не будете всегда выигрывать. Поэтому умейте адекватно относиться и к победе, и к проигрышу. И никогда не забывайте о том, что вашим способностям всегда нужна будет подпитка, шлифовка, много труда и много времени, чтобы не останавливаться там на одном моменте, не останавливаться на одном скиле, и чтобы достигать еще больших побед, двигаться дальше, развиваться в этом всем. Если, конечно, вы хотите именно не просто участвовать в каких-то там местечковых конкурсах, а именно как-то дальше там продвинуться, опять же, куда-то в мир пойти, да, даже если говорить про местечковые конкурсы, это все равно важно, чтобы ваша последующая работа была лучше для вас, опять-таки же, лучше прежней. Потому что, опять же, смотря я на свои работы для этого конкурса, я прям вижу, как у меня есть такое развитие. Я и по другим людям вижу, которые постоянно участвуют в этом конкурсе у Софы, что они развиваются, что у них правда вот это вот видно, что они научились за эти там полгода чему-то новому. В общем, да, по этим еще артам можно проследить. Вообще, ты куда-то двигаешься, твой скилл куда-то двигается, или ты стоишь на месте. Ну и, конечно же, главное не победа, а участие. И надеюсь, на своем примере я смогла до вас донести эту мысль насчет этой фразы, потому что я и сама долго эту фразу не понимала, типа, зачем участвовать, если ты не выиграешь. Но, опять же, все это, это опыт, и воспринимайте это через эту призму, а не через призму, что ты там хочешь победить и всех там урыть или еще что-то. Поэтому принимайте участие в конкурсах, извлекайте полезные уроки, знания, опыт и из поражений, и из побед. И у вас обязательно все получится. Удачи вам! Спасибо вам, что просмотрели это видео. Присоединяйтесь ко мне в других моих соцсетях, оставайтесь с нами, увидимся в следующих видео. Спасибо вам всем, побед, успехов, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok